Бесконечно обсуждают путинское выступление в Валдайском клубе, которое где-то там на экстерриториальной площадке под названием «Сириус» произошло. Такие вот теперь территории есть, которые не предусмотрены никаким законом. Они как бы не подчиняются никому, ни одному краю, области, республики. Непонятно вообще, как они могут управлять. Они сами по себе. Подождите, у нас в Конституции такого нет. Даже в исправленной Ельцинской, ставшей теперь путинской, ничего подобного нет. Но вот проводят такие мероприятия на таких территориях. Это как бы отдельное государство. Ну и, в общем, понятно, к России никакого отношения ни Путин, ни все, кто там собирается, конечно, не имеют. Это люди сами по себе. Мы, русские люди, мы имеем отношение к России, а они к Российской Федерации. Российская Федерация и Россия – это не просто ни одно и то же, это противоположности. Поэтому и все, что там говорит Путин, это все противоположно русскому мировоззрению. Говорит он, бред сивой кобылы. Ему на листочке написали, он прочел. Ну, понятно, что игра в тупой, еще тупее предполагает собирание вокруг вот этого вот центра, который называется президентская власть, разнообразных тупиц. Вот они что-то такое пытались, ковырялись в носу, чесали в затылке, написали сущий бред. Про то, что там кризис капитализма современного, кризис цивилизации и так далее. Такие стандартные слова, но они уже не могут пользоваться риторикой либералистической, она у всех вызывает тошноту. Они не могут вернуться к советской социалистической риторике. Но, по сути дела, именно об этом и идет речь. То есть критика современного капитализма, то есть критика, в общем, современного общества, она справедлива, она исходит как раз от русских, а не от Путина. И Путин никогда не критиковал. Запад сущностно, потому что он западные ценности сам лично и все его окружение здесь утверждали. И ничего другого не было. Никакого переосмысления в его голове никогда не совершал. Там, собственно, и места нет для того, чтобы там какие-то мысли были, какое-то брожение, самоосмысление, самоосознание, потом осмысление ситуации. Нет, ничего этого там не было. Ему просто на бумажке написали. Но нужно, чтобы какая-то волна пошла, чтобы что-то начали говорить. Не, ну Путин-то, смотри, он что-то новенькое. Какое новенькое? Новенькое состоит в том, что у нас не просто теперь оккупационный режим, а террористический режим со всем этим ковидобесием, с этим локдауном, который просто умерщвляет страну экономически и физически умерщвляет. И скрывает тот же самый результат, который был бы без всяких вот этих ограничений. Ну, рост смертности и уменьшение рождаемости, как скрыть? Ну вот мы придумали и вам навязали. А вы, дураки, давайте идите, как говорится, крысы кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Вот и колятся, плачут и продолжают все то же самое. Это то, что нам принес. Вот это реальность. А то, что там Путин за 10 минут рассказал, что он, оказывается, консерватор, умеренно консервативные ценности, да это чепуха. В чем это выражается? В чем выражается консерватизм? Ну, в конкретен. Это не просто слово, там, назвать слово. Мы теперь не либералы, мы теперь умеренные консерваторы. А что это значит? Да для него ничего не значит. Для этой воровской власти ничего не значит. Для нас ничего не значит. Два часа отвечал на какие-то дурацкие вопросы, которые заранее спланированы, спроектированы. И такой живчик, которого там накачали допингом, вот он как спортсмен подготовился, отторабанил, потом, наверное, болел целую неделю. Ну, нас это не волнует. Нас волнует полная интеллектуальная деградация и демонстрация, бесстыдная демонстрация, потому что там уже даже они не могут понять, что они выглядят как абсолютные тупицы. И то, что Путин отвечал там на вопрос, я не стал все это смотреть, но я послушал его вот эту ахинею, которую он про консерватизм, кризис капитализма и кризис современной цивилизации, что мы на пороге чего-то там. Ну, на пороге могилы ты стоишь уже. Все, жизнь заканчивается, человек смертен. Все, в следующем году ему 70 лет. Какие новые мысли у него могут быть? У него и старых-то не было. А новые откуда они могут взяться? Вот все это они не могут сами осознать, что их спектакль он просто посмешище. Для думающего человека это просто детский сад какой-то. Для всех остальных, кто как бы не в курсе, что такое консерватизм, либерализм, там не за что зацепиться. Не за что зацепиться. Все сплошная и тотальная глупость, не имеющая отношения к жизни людей. Ну, вот один из примеров я захватил просто случайно. Это еще вот это его интервью с вот этой дамочкой, которая зайчики пускала коленками и было предписано, это американская журналистка. Там тоже два часа ответы на вопросы, интервью. Почему-то для интервью надо собрать целый зал, перед ним развалиться в кресле кривыми своими ножками, вот так вот, как паучок, сидеть, галстук на бок, какие-то жесты совершенно престарелого человека. Вот то, что представлялся, это образ Путина, такой паучок, мудрствующий, лукавый. Естественно, ни одной умной мысли не сказал. И вот эта девица, которая на голову его выше и вся эта путинская комарилия стала указывать, да у нее смотрите, какие каблуки, да чего она ногами там выделывала, вытягивала ноги там. Ну, ей просто сказали, что она должна быть в короткой юбке, она вышла. Нога на ногу, вот такая скованная поза, ей было неудобно, а потом ноги начали затекать, она начала их распрямлять и получилось так, что она как будто там соблазняет Путина, которому, ну, я думаю, вообще был до финиш, что называется. А публика со стороны это видела. Ну, такой спектакль разыграли, может быть, намеренно, может быть, случайно. Но все, вся путинская шайка, она же не обсуждала, что там Путин сказал. Да это неинтересно. Она обсуждала, как вела себя вот эта журналистка, какие вопросы она задавала. А то, что во главе государства поставлен абсолютный пустышка, вот это же как-то в стороне осталось. И то, что он вообще не понимает, о чем он говорит. Одну фразу только я ухватил, что у нас оказывается гиперзвуковое оружие со скоростью 20 махов, то есть 20 скоростей звука летает. Ну, это вранье абсолютное. Ну, для непосвященных людей это скорость звука в воздухе, вот здесь, в околоземном пространстве. А когда ракета вылетает за пределы атмосферы, там нет сопротивления, там можно до любой скорости разогнать и сказать, что у нас такая скорость. Да вы скажите, какая скорость у вас вот здесь, вот в этом, на этом участке, на участке разгона, где вот здесь и здесь, собственно, самая уязвимая часть для любой ракеты. А у нас делают вид, что это как будто крылатая ракета может летать с такой скоростью в околоземном пространстве. Не в космосе, а здесь. У нас 20 махов. Это вранье. Полное вранье. Люди, которые хоть немножко в этом разбираются, они понимают, ну, насколько цинично этот человек врет. Или же он полный тупица, либо он полный лжец. И то, и другое говорит о том, что он несовместим с государственной деятельностью вообще, вообще с какой-либо деятельностью. Это выживший из ума пенсионер или выживший из совести старикан. Вот мы живем вот в такой ситуации, когда во главе государства стоит человек, и он олицетворяет собой группировку, которой здесь, в России, ничего не жалко. Абсолютно ничего не жалко. Горе оно все пропадом. И пусть все провалится, если мне чаю не пить. Смердяковщина такая вот. Что нам-то с этого? Что нам от этих всех выступлений? Я ей-богу не смотрю. Я не хочу вообще знать ничего об этих людях. Но, к сожалению, так получается, что приходится знать. Приходится знать. И вместо того, чтобы обсуждать какие-то насущные проблемы наши, не путинские, которые там, его повестку дня, своя повестка дня. Но вы же хотите слушать именно об этом. А что там у Хохлов? А что у Америкосов? А что в Кремле? А что у нас, между нами, между русскими людьми? Почему среди нас ничего не происходит? Ничего нет. Русских событий нет. Они никак не обсуждаются. Прошла какая-то русская конференция. Кто про нее знает? Туда никто и не пришел. 20 человек собрались. Умных людей. Выступили друг перед другом. И никто этого не... Выставишь такое видео где-то у себя на канале YouTube. Его никто не станет смотреть. Будет говорить, дайте нам что-нибудь про Путина. Да провались он пропадом, русские люди. Прекратите вы интересоваться делами ваших врагов. Вы своими делами интересуетесь. Русским мировоззрением. Русскими мудрецами, которые что-то там говорят, пишут. Они же к вам пытаются обратиться. А вы все смотрите вот эту всю ахинею по телевизору. Не смотрите. Выключите телевизор. Выбросьте его. Ищите в сети русских людей, на которых можно опереться. Которые говорят вам правду о жизни. Не о Путине, а о жизни. А вашей жизни. Вы на себя обратитесь, как в свое время в басне Крылова сказано. Ну, не лучше на себя обратиться. Вы что из себя представляете? Как русский человек? Вы чем наполнены? Где ваша русскость? Где ваше содержание вашей души? В чем оно состоит? В том, чтобы обсуждать все время своих врагов? Обсудите сами себя. Вот лично себя. Что вокруг вас происходит? Где люди, на которых вы можете опереться? Или нас будет убивать сплошной эгоизм? Вот это самая главная, самая большая проблема, что русские стали индивидуалистами, эгоистами. И, по сути дела, перестали быть народом. Люди русские-то еще есть по роду племени. И даже вроде говорящие по-русски и образование по-русски получившие, но уже не народ. Нам надо снова становиться народом. Слава Руси! Господи спаси!